здравствуйте чего у нас время 9 44 утра смотрите как у нас убирают снег но это конечно что-то с чем-то но тем не менее прикольно омск всегда удивляет своими какими-то вакидонами приехала набережную хочу билетики в кино взять так ему сходить ребята завтра вернее сегодня ночью будет уже минус 30 градусов в комментарии написали димас будешь экспериментировать или не будешь экспериментировать да ребята буду экспериментировать не буду прогревать машину сегодня ночью 30 завтра уже будет 35 37 39 но это так в интернете написано я думаю что будет все 45 это будет клёво я давно таких морозов ждал чтобы забудить вот этот вот автозавод наших автоведер я все-таки уверен что эта машина заведется и 45 и 47 в 50 заведется главное чтобы было масло в порядке и хороший аккумулятор кстати писали в комментариях димон с аккумулятором чё там и как как он называется блин ребята а я если честно не помню короче пойдемте посмотрим наш добросовестный аккумулятор который меня еще разу не подводил кстати это бывший порт по моему да это порт это вот здесь парковались свое время корабли кстати он один паркуется это которого туристические и его классно блин наш свет не выключил японский городовой ладно посмотрим наш аккумулятор и так хрен бы его помнил как он называется блин так у нас здесь fireball ребята что тут у нас все в порядке кстати как наш там китайский датчик поживает вот у нас таки китайский датчик все чики и пуги смотрите ребята машина выглядит как вообще супер-пупер да пыль конечно блин казалось бы да откуда пыль да все нормал кстати вот эти дела буду летом прокручивать за ленты просматривать все падла какой-то хренью стали в омске посыпать видите соль появилась бледство так ну все в порядке аккумуляторы я вам показал всем базе все чики и пуки ну так вот ребята выглядит мой агрегат но это те кто первый раз смотрит мой влог все в порядке все замечательно все просто супер здесь у чистенькая все плотненько короче да кстати мне написали в комментариях димас ты доказываешь сам себе что рав 4 это супер ребята я не доказываю что это супер я вообще если честно жду когда что-нибудь такое серьезное произойдет с ним ничего серьезного уже как который год не происходит и поэтому я делаю выводы своими глазами когда вижу тот желефан там x50 x60 да и он просто тупо прогнивает но ребята вы извините мне она уже сама как бы идет на язык чтобы сказать что китай все-таки делает говно ну по крайней мере я еще не увидел нормального китайца который бы мне прямых понравился в салоне смотреть проверять на лакопокрасочное покрытие я думаю что это вообще очень глупо делать замер в салоне это говорит о чем что люди доказывают что были он все-таки он покрашен чуть-чуть нормально хоть чуть-чуть нормально ребята 2003 года и он покрашен чуть-чуть вообще нормально даже вон ничего не облезла не оттерлась хотя здесь а керхером постоянно промывая и вот эту штуку тоже буду снимать промывать там все так что ребята пацаны женщины девчонки мальчики димас все таки еще пока сторонник toyota rav4 если получится может быть я сгоняю моржов вам покажу наших омских а может и сам еще залезу в том году я купался на зеленом острове ну как купался привезли меня туда счета я залез и как офигел выпрыгнул пол бутылки коньяка шваркнул вроде полегчало так на самом деле это конечно ощущение непередаваемые но после этого я вообще просто-напросто вырубился и сутки проспал кстати если там кто-то думать что в проруби жопа жопная нифига подобного ощущения когда он заходишь холодную воду такое ощущение что твое тело огнем горит то есть даже не холодно ну естественно если у кого-то там сердце больной или там какая-нибудь еще хрень то лучше к врачу сходить но я допустим со своим врачом консультировался он не сказал так да блять залазь и так прокатит ну то есть как бы не сдохнешь все такие пироги это у нас центр города ребята представляете жопа какая еще у нас домишки какие стоят в центре убойные вот дом какого года вы смотрите там еще серп и молотку смотрите со звездочками офигеть я даже внимание не обращал там на дедушка ленин жил вот это да но я приехал кофейка затариться не люблю кофе из автомата не знаю почему мне многие говорят типа димас 4 из пластиковых стаканов пьешь кофе но потому что я пью и мне это нравится я называю это кофе моча лунчанга ладно пойду куплю то чуть я распиздился с вами это гостиница и без одна из лучших гостиниц омская прикольная девка подмяла lexus бедняга выехать не может здесь у нас ремонт идет что-то они с лета начали до сих пор делают здесь у нас гриль тайга шаурме турецкие блюда здесь вот ревизора было я не знаю видели нет загуглите вот этот ресторан ревизора когда приехала в омск был ресторан колчак и вот этот вот раньше он как же а вечерний омск он назывался ну то есть бледюшник еще тот там тем кому за 50 собирались в поисках своей второй половины и вот ревизора туда пришла и там да там такой шухер навела там просто жесть это непередаваемо посмотрите в интернете жака какая-то вот видите у нас у нас вообще что-то непонятное в омске творится смотрите снег убирают прям каждый день ежедневно это у нас как он называется то блин забыл вот я вася пупкин концертный зал с утра вообще баранка не варят вот здесь у нас аренда здесь у нас тоже аренда такой вот это площадь ленина ребята вот здесь хороший бар черный кот раньше по-другому назывался прикольная здесь вот был летнее кафе а сейчас здесь консульство казахстана то есть казахстан выкупил это здание и сделали себе такой клондай так сказать ребята еще что хотел сказать давайте договоримся так что на моем канале больше не будет рекламироваться а голубь то есть если кто-то будет упоминать этот а голубь я эти комментарии буду удалять я в принципе вообще сторонник не удалять комментарии там даже если там меня хаят или там еще чего-нибудь то есть это в принципе нормально до каждого человека нужно уважать и у каждого человека есть свое мнение поэтому я не удаляю комментарии удаются хоть там что делают и не блокируют хотя нет одного мяча я хотел заблокировать но я его заблокировал и с утра разблокировал лифановод что-то там что-то там все пытается выискать вынюхать не знаю блин чувак вы ищи чего я могу тебе сказать твое право это вот я не знаю ребята кто в омске когда-то жил это тысячу мелочей вот в такое г она превратилась вот этот дядька меня с тремя буквами а уже если честно подостал и едет еле-еле здесь у нас стоял дом кстати опять же кто был раньше жил в омске вот здесь стоял дом тоже коммунистический такой деревянный наконец-то его снесли не знаю что они там делать будут ну что-то начали делать интересное здесь у нас транспортный институт короче я вам чё блин а